Украина, Евромайдан. Смотрите, добрые лица, видите, к милиции идут. Пока все хорошо, вон, цветочки им в щиты вставляют, а дальше уже было нехорошо. Что было, помните. Вот зажигательная смесь летит в милицию. Вот пианист на пианино. Картинки в разных странах, но по сути, одинаковые. Кстати говоря, раз уж нам последнюю картинку поставили Украина, давайте еще две картинки посмотрим. Все-таки революция достоинства. Достоинство же, гидность. Любят квазипатриоты и всякие нацики рассказывать о гидности. Вот достоинство. Реальный ВВП за это время на 10% сократился. Номинальный почти на 20%. Инфляция почти 200%. Рост госдолга в полтора раза. Падение инвестиций в два раза. Падение экспорта в полтора раза. Ложится химическая промышленность, металлургия, машиностроение. Падает в полтора раза стоимость производимой продукции, вернее объем произведенной продукции в Украине. Падает розничный товарооборот в три раза. Это говорит о том, что покупать не за что. Люди не могут купить себе. Дальше еще одну картинку. 13-й год и после Майдана. Средняя зарплата почти в два раза. Средняя пенсия в полтора раза упала. Прожиточный минимум в два раза. И я хочу обратить ваше внимание, уважаемые люди, что цифры здесь берутся статистически из Госстата. Они лживые на самом деле. Они лживые, потому что, ну, допустим, среднюю зарплату по стране считают по формуле, в которую не включаются многие доходы, которых нет в статистике. Ну, они не видны на официальном уровне. И наоборот, искажается этот размер средней заработной платы, когда туда начинают прибавлять сотни миллионов кобелевых, например, которые они получают из наших с вами денег. То есть кто-то получает 5 тысяч, кто-то заработал из государственного бюджета 100 миллионов. Вдвоем они заработали, получается, 100 миллионов 5 тысяч. Напополам делите, да, так же средняя арифметическая определяется. Получается большая сумма средняя. Ну, на самом-то деле, вы же понимаете, это фикция. Но, между тем, даже это обрушилось.